Добрый вечер, дорогая семья! Добро пожаловать каждому из вас в Дом Бога Живого! Давайте приготовим наши сердца сейчас, потому что сегодня очень особый день. Скажи своему соседу, сегодня твой день? Сегодня твой день. Если ты в трудности, у Бога есть для тебя слово. Если ты болеешь, у Бога есть для тебя исцеление. Если ты безвыходный положение, значит Иисус пришел сюда для тебя. Лично для тебя! Скажи своему соседу, для тебя! Если вы не верите, то посмотрите, что говорит Слово Божие. 2. Каринфиллер 1. фэсилдер. 2. Каринфиллер 1. фэсилдер. 2. Каринфиллер 1. фэсилдер. 3. Каринфиллер 1. фэсилдер. Если твою сердце сейчас готово, давайте поднимем наши руки сейчас. И сейчас будем надеяться на Него. Потому что выход не всегда ведет к жизни. Но Иисус всегда ведет к жизни. И выход у Иисуса. Иисус 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 О, Аллилуйя, Аллилуйя О, Аллилуйя 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 О, Аллилуйя Шуя О, Аллилуйя О, Аллилуйя Тебе плана наш Бог Тебе вся слава Вся честь по веки веков О, Аллилуйя О, Аллилуйя СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Есть лишь один, кто силен спасти. Есть лишь один, кто смерть победит. И только Он достоин всех хвалы. В Его руках от смерти есть ключи. Силой исцелять в Его имени. И кровь Его омыл у всех грехи. Его имя, Иисус. Его имя, Иисус. 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 Его имя, Его имя Чуды сады и велики О, оно надо, и са О, оно надо, оно надо И са О, оно надо, и са Неслащи О, мы славим Тебя Привозносим Тебя лошад Его имя Иисус Его имя Его имя Иисус Его имя Его имя Чуды сады и велики И любовь Аллилуйя Нет другого имя Которому нам надвижало спастись Только имя Только имя Иисус Только имя Иисус Каждое колено Преклонится Пред Тобой Иисус Гори Вельх Вельх Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет подобного тебе Нет подобного тебе Мое сердце тебе отдаю Иисус, люблю тебя Нет подобного тебе Нет подобного тебе Нет подобного тебе Субтитры создавал DimaTorzok Нет подобного тебе 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 Иисус, как прекрасен Ты Ты ведь тот, кого люблю Ты ведь тот, кому себя я отдаю Иисус, как прекрасен Ты Иисус, как прекрасен Ты Иисус, как прекрасен Ты Ты ведь тот, кому себя я отдаю Иисус, как прекрасен Ты Иисус, как прекрасен Ты Иисус, как прекрасен Ты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисус, как прекрасен Ты 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 Знаете, что я хочу сегодня вместе с вами сделать? Склонить свои колени перед Богом всех богов перед царем всех царей Орли сад баба Лизет волстым сад� Аллилуйя Илья садош бы ба баба Аллилуйя, лакиде для садош Аллилуйя Боже Брави Божий Святый наполнит гордость своей славой своей шокиной окутой, Господь каждый из нас позволит сегодня наслаждаться атмосферой не пройти мимо Божьем мы вызываем Тебя, Иисус молим Тебя за свой народ молим Тебя за Азербайджан спасай освобождай и мы так благодарны для того, что ты позволю нам быть твоими работниками на этой небе благослови нас, Отец и Проспространение границей шатров своих В этой стране из своей облике делов И в Име Иисус Саня Слава Сочеси Хала Вовеки веку И мы молились тебе Атам, Огол, Мюкаддес Рус Святого Духа, Который единый И да будем мы едины И народ Божий доскажет Аминь Аллилуйя Чуть-чуть помогите мне проповедовать Посмотри на своего соседа Благословить тебя, Господь Скажи, скажи своему соседу Как хорошо что ты рядом сейчас Скажи это так хорошо быть братьям вместе Сестрам вместе Наслаждаться Божьим словом Ведь его имя, оно на самом деле Слащ и меда на устах Аллилуйя Присаживайтесь, дорогая Семья присутствие Божьей Аллилуйя Я хочу сразу без лишних разговоров Передать микрофон Нашим драгоценным братьям, которые приехали к нам Несмотря на все эти трудности На эту боль Которые сейчас На Украине Наш драгоценный брат Со своим другом Братным в христе Сделали огромную жертву Приехали сюда Чтобы быть рядом с нами сегодня Это такая честь для нас Пастыр Игорь Также хочу сзади вас сидят наши сестры Которые приехали из Америки Добро пожаловать Хочу, чтобы вы Пастыр Игорь Я считаю, что вы И уже с нами себя представили И приготовили путь Спасибо, пастыр Эмиль Мир вам, дорогие братья и сестры Сюрху olsun, дорогие братья и сестры Давайте все вместе скажем Слава нашему Богу Нет другого имени, как Он Аминь Аллилуйя Слово Божие так говорит Нет другого имени, которым может человек спастись Это имя Иисус Я очень рад Благодарен, во-первых, Господу Благодарен моему другу, пастыру Рустаму Который меня пригласил Поехать вместе сюда в вашу страну Также благодарен пастыру Эмилию И его команде Которые нас так тепло приняли Я первый раз в Азербайджане Я смотрел перед тем, как ехать в Ютуб Думаю, куда я еду, посмотрю немножко Но это совсем другое Когда я приехал, я увидел очень красивый город И еще лучше людей, которые в этом городе Слава Богу Мне все нравится здесь, слава Богу Мы сегодня ходили, я говорю Пастыру Рустаму, говорю Я бы здесь жил Аминь, аллилуйя На все Божья воля Вы знаете, когда к нам приезжают иногда гости Кто-то выходит проповедовать Или исполняет песню Слышу люди, а кто это, кто это пришел Что за брат, что за сентра То я просто вам немножко скажу, кто я, откуда я Я родом сам из Украины Из Западной Украины Есть такой город Львов Очень красивый город Но я там уже не живу 35 лет В 89-м году еще во время Советского Союза Я выехал в Чехословакию Там я женился, там принял водное крещение У нас родился старший сын там И в 95-м году мы переехали в Америку Сейчас я живу, мы живем с семьей И наша родня, моя мама и братья, сёстры Мы живем в штате Вашингтон Вашингтон штатах на yaşах Сиэтл шеяринда И я являюсь одним из пасторов церкви Life of Victory Church Life of Victory кульсасы Пасторарином берем И примите так же привет из нашей церкви Вчера братья мне тут, может, они есть, спрашивали Говорит, ты будешь делиться словами Я говорю, ну если будет Божья воля, буду делиться Ну расскажи немножко о себе кто-то Я уже сказал, и хочу сказать, я А я их спрашивал, говорю, братья, а вы ДВРовцы? ДВР, ДВРовцы? Они говорят, а что это такое? Ну это я говорю, ну есть такой слоган, говорят ДВР, дети верующих родителей Я говорю, вы из детства верующих? Они говорят, нет, мы пока не из рано Я говорю, а я ДВРовец, ну есть такая бреватура ДВР, дети верующих родителей И вы знаете, когда я в третий поколении Мой дедушка был пастором В одном из сел Львовской области Это был человек Божий, который Стоило подражать Он первый из нашей всей родни уверовал Это было еще в 1930 году Приблизительно 25-30 Я его очень хорошо помню Он дошил до 97 лет У него не было сыновей У него было четыре дочери Одна из его дочери была моя мама И я верю, что он молился Потому что все его внуки стали служителями и пасторами И я что хочу этим сказать Вы знаете, просто такой пример, чтобы нам было легко понять Если твой дедушка Положил что-то в банк, открыл счет Он в банке, открыл счет Потому что там что-то будет Если твой отец, твоя мама, если они дальше развивать будут и будут так же пополнять этот счет Которые передали имя их родителей Потом они передают дальше своим детям И вот это духовное благословение И вот это духовное благословение Аллилуйя, слава Богу Вы знаете, когда ты начинаешь строить дом или какой-то бизнес Очень тяжело начинать все с нуля Я по призванию так же занимаюсь бизнесом И я знаю, что такое Начинать с нуля Мой сын ему уже намного легче Потому что все уже готово Если ваши дети еще не верующие Не переставайте за них молиться Берите их в собрание, если даже они не хотят Я родился в христианский верующий семья И нам так утром не хотелось Мы ехали в собрание На утренние собрание Воскресенье Все мои классники Они утром просыпались Смотрели какие-то там По телевизору Программы какие-то были интересные Воскресенье Безусловно, они театрден Дурурдилар В базар день Особенно телевизия верующих Нас родители Будели и мы должны были ехать в собрание Мы так не хотели Но как я сегодня благодарен Богу За то, что наши родители За то, что мы были из детства в церкви Однажды я встретился Мы давно с пастором Рустамом Дружим, как-то я приехал Киев И они рассказывают там Где-то мы были в служении Тот был наркоман Тот был какой-то преступник И я говорю Вау, какие у них яркие свидетельства У меня нет таких свидетельств Я думаю, у меня нет таких свидетельств Но однажды к нам приехал Тоже такой человек И он говорит Как я вам завидую Я только покаялся Не помню В 30 или 40 лет Это было не жизнь Это был ад Как я вам завидую Что верующие с детства Я не могу вам ничего хорошего Рассказать про свою жизнь А вы счастливые Молодежь Вы счастливые Если вы родились В верующей семье Аллилуйя Что вам не пришлось Проходить то, что прошли Ваши родители Вы знаете, это хорошо Когда наши родители верующие Как-то вот это духовное наследие Мы просто принимаем Потому что слово Божье говорит Что я благословлю вас На тысячу поколений Аллилуйя Божье благословение Оно простирается На тысячу поколений И я просто чувствую Я просто чувствую Как это благословение Наших бабушек и дедушек Моих родителей Мы просто пользуемся им Это благословение Но мы на этом не должны останавливаться Я думаю, вы это знаете Но я вам напомню У Бога нету внуков У него есть деды Аллилуйя И у каждого из нас У меня должна была Произойти встреча с моим небесным отцом И Иисусом моим Господом Я очень любил его В молодых своих годах Я служил в Советской армии Перед тем как актив армия Очень сильно любил его Был тогда Афганистан Меня должны были забирать в Афганистан Но молитвы моей бабушке и дедушке Мои моих родителей Они сделали просто чудом И Бог показал мне сон Перед тем как я должен был идти в армию Я забыл этот сон Мы жили на краю города В Львове Часнордоме И за несколько месяцев Я видел как я иду Там солдаты приезжали Там были части военные И они приезжали Там забирать Капали вот эту зелень Себе в час вывозили Траву вот эту На машину грузили И Бог показал мне сон Как я иду прямо Вот так через поле Там было поле Где-то полтора-два километра Я иду в военной форме Через поле Рэб мэна гостерди Ки мэн Горнтэй ухуду Гордум ки Мэн бир саха бойу Харакат и лирам 200 километра Боинца харакат и лирам И когда старший брат Он раньше пошел У меня в армию полтора года Родители помогли Там заплатили какие-то деньги Он служил в Украине Мэним аилям Мюэйн бир мэвачибы Дерек, он Украинады Хидматит дири А я сказал родителям Нет, я иду только Или марфлот Или десант Вэм дэдим Ки мэн я Он цепей гедэцэм Если вы за меня заплатите Я убегу И мэн не заплатил В нас мало я могу это сделать Билил дэк И меня забрали сначала В учебку на танкистов На командира танка Должны были отправлять В Афганистан Но потом узнали Что я верующий И просто выбросили С этой учебки И куда меня направили В Львов В город Львов И я ходил пешком Вот так через это поле Как Бог мне показал Полтора года И мне все говорили Сколько денег заплатили Твои родители Что ты возле дома служишь И никто не верил Что ни копейки Никто не заплатил Я хотел даже не хотел Я возил полковника Я на машине ездил Даже ходить уже не хотел Палковник Сурочеси И я ходил Господь Нет другого имени Как Он Халилуйя Слава Богу Помните Каждому нужна встреча Я хочу еще просто Коротенький месседж Оставить буду Заканчивать Однажды мы с моей семьей Били в Лос-Анджелесе В большом городе Поехали с младшим сыном Поехали в такой Парк красивый Для детей Диснейленд И мы гуляли Целый день В этом парке И вы знаете Как-то Красивая погода Было все Я увидел там Теплая была погода Все были раздеты В футболках И я смотрел Люди все полностью В наколках Я смотрю Люди радуются Как будто И я смотрел На это все Я сказал Господь Неужели Как вот с этими людьми Я не понимаю Я задал Богу вопрос А что эти люди Как они спасутся У меня много вопросов Я люблю с Богом спорить Всегда задаю вопросы Там несколько Я не знаю Может миллион людей За день проходит Как Разве они все пойдут В погибель Разве они все пойдут В ад И знаете что мне Бог Проговорил Я сейчас одно место Слово Божьем Мне просто была такая Горечь в сердце Я говорю Разве эти все люди Просто пойдут Это невозможно Они живут Такой беззаботной жизнью Как будто нет Ада Как будто Вечно будут жить На этой земле Я хочу прочитать Одно место Слова Божьего Это Евангелие от Матфея 14 глава И 22 стиха Я прочитаю выборочно И тот час Понудил Иисус Учеников своих Войти в лодку И отправиться Прежде его На другую сторону Пока он отпустит народ И отпустил народ Он взошел на гору Помолился наедине И вечером Оставался там один А лодка была уже На средине моря И ее было Ее било волнами Потому что ветер Был противный В четвертую же стражу ночи Пошел к ним Иисус Идя по морю И ученики увидев его Идущего по морю Встревожились и говорили Это призрак И от страха вскричали Но Иисус тот час Заговорил с ним И сказал Ободритесь Это я Не бойтесь И 28 стих Я хочу обратить внимание На эти стихи Которые мы будем читать ниже 28 стих Петр сказал ему в ответ Господи Если это ты Повели мне Прийти к тебе по воде Он же То есть Иисус сказал Иди И выйдя из лодки Петр пошел по воде Чтобы подойти Иисусу Но видя сильный ветер Испугался И начал утопать Закричал Господи Спаси меня Иисус тотчас Простер руку Поддержал его И говорит ему Маловерный Зачем ты усомнился И когда вошли они в лодку Ветер Утих До этого места Слава Богу И когда я смотрел На этих людей Я задавал Богу И Бог сказал мне Я просто услышал Как Господь Духом своим святым Мое сердце Проговорил Мой дух Проговорил Не смотри на этих людей Не смотри по сторонам Свой взор Держи на Иисуса Халилуя Слава Богу Вот эта история Которую я прочитал Мы знаем эту историю Иисус накормил Пять тысяч людей После этого Он отправил учеников Он сказал Вы плывите на другую сторону Он пошел молиться Своему небесному отцу Они уже были посредине И они увидели Как идет Иисус Они испугались сначала Сказали Это призрак Иисус сказал Не бойтесь Это я И Петр Мы знаем Он был Самый смелый Он говорит Господи Если это ты Повели я Пойду к тебе Поводи Разве может человек Ходить по воде Не может Мюмкюн Но разве Когда она только замерзнет По льду может Человек По воде не может И мы видим Он пошел по воде Как очень часто бывает Так с нами Дорогие братья и сестры Когда мы в церкви Когда у нас все хорошо Какие-то конференции Да так все понятно Иисус рядом Но приходят будни Завтра будет Будни день У нас очень много вопросов Каждый день Правда Какие-то сомнения И как устоять Я думаю Что каждого из вас Много вопросов Почему то Как то Как то Почему то И все было понятно Петру Иисус сказал Иди И он пошел Но что произошло дальше Пока он Свой взгляд Держал на Иисуса Он шел по воде Все было хорошо Давайте еще раз Прочитаю Что здесь написано Но видя сильный ветер Это тридцатый стих Испугался И начал утопать И закричал Господи Спаси меня Он начал кричать Он начал тонуть Пока его взгляд Был на Иисуса Все было хорошо Но пришел страх Он посмотрел по сторонам Он начал Своим Своим Разумом Своими мыслями Своим разумом Это же невозможно Я иду по воде Дорогой брат Дорогая сестра Дорогой брат Дорогая сестра Когда ты будешь Свой взгляд Держать на Иисуса Тогда все будет хорошо Он да Хер шее Яхши Ты не будешь тонуть Но только ты будешь Смотреть по сторонам Не позволь этому голосу Который всегда Говорит Ты упадешь Ты не пройдешь Это невозможно Он всегда будет рядом Этот голос Такой холодный голос Как мы вчера слышали Свидетельство Брата Рустама Он сказал Это холодный голос Сказал ему Ты никогда не будешь Таким как эти люди Начнем Эти голоса Давайте Наш взор Мы будем держать На нашего Господа Иисуса Помни Свой взор Иисус Всегда держит на тебя Он сказал Я никогда тебя не оставлю Что бы ни случилось Я всегда буду с тобой Я очень рад Дорогие братья и сестры Я благодарю моего Господа Что Он нашел меня в этом мире Что Он было время Простянул свою руку Свою руку милости И что Он взял меня за эту руку Ко этого Петра Он вытянул Потому что Много раз я в своей жизни Тонул так же Как этот человек И я хочу поделиться Одним еще стихом Моим Одним из моих любимых стихов Он записан Второе стима Фея Первая глава Седьмой стих Заходите Прочитайте И очень часто Когда Мы люди Когда страх приходит В мою жизнь У меня очень много Таких есть стихов Которые помогают Читайте Слово Божие Держитесь за эти стихи Апостол Павел говорит В этом стихе Второе Тимофея 1-7 Ибо дал нам Бог Не духа страха А духа силы Любви И целомудрия Аллилуйя Бог дал нам духа своего святого Это дух святой Это дух силы Любви И целомудрия Что такое целомудрия Это здравый ума Я всегда благодарю Господь Я благодарю тебя за дух святой Я благодарю за твою любовь За силу твою И за трезвый ум Разум который ты даешь Держитесь Господа Однажды я приехал Своей тети в Сакраменте Она уже была больная На тележке На тележке Всю жизнь верующая Она сидела Парализованная одна сторона Я был с ней общался Я уже уходил И она так пристально посмотрела на меня Знаете как этот Хромой возле этих красных ворот Она так пристально Я помню этот взгляд Я вижу она потухшие Глаза такие Я говорю Тетя держитесь Она говорит Игорь чего держаться Я говорю Господа держитесь Аллилуйя Держитесь Господа Свой взгляд Всегда Держите на него Не смотрите по сторонам Свой взгляд Всегда направляйте к нему Довник Он всегда ждет Игорь взгляд Всегда направлен на вас Аминь Слава Богу Пусть Господь благословит вас обида Аминь 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 Добро пожаловать в Казахстане, Раббе Хамде Ильяй, и в этом празднике, Раббе Альгышнан, Скинья Казахстан, Пастыр Рустам Фатуллаеву, дает Ильяй Бурак. Это моя вода. И сегодня переводишь. Так получилось. Надо молиться за него. Молитесь за него, потому что меня переводить очень сложно. Если получится, значит, ты молодец. А если не получится, значит, я плохой. Тебе успех. Мир вам, дорогая церковь. Сюльху olsun, сезиски ся. Мир вам. Прекрасный Божий виноградник. Венея. Мы хотим Божьему винограднику передать привет от Совета Церквей Скинья. И от Центральной Церкви Скинья. И от Церквей Дочерних, Сестринских, которые находятся уже по всему миру, Европе, Украине. Я сейчас являюсь начальствующим епископом этих церквей. И поэтому имею право передать вам привет от этих церквей. Примите его. Пастор, госпожа, примите привет. Примите народ Божий. От нашей группы поклонения Маханаим. И я смотрел на вашу группу. И вспоминал нашу группу. Я думаю, Господи, я уже соскучился за своей церковью. Но вы знаете, здесь я чувствую себя, как дома. Я правда чувствую себя, как дома. Наверное, это заслуга пастора Эмиля и госпожи Сабины. Но и других Камран. Камран тут. Камиль там. Слава Иисусу. Слава Богу за моих братьев. Ну, что, что, что Бог хочет сегодня нам сказать? Дужно быть прислушиваться. Что Дух Святой хочет сказать? Вчера у нас было служение. И проповедь я назвал реквием по мечте. Что значит похоронить свою мечту. И Бог даст тебе то настоящее счастье, которого ты достоин и которое Он для тебя приготовил. Сегодня продолжим. Я помню день, когда я покаялся. Вчера мы на этом закончили. Бог сделал меня счастливым человеком. Он вложил в мое сердце мир. Он дал мне простить моих врагов. Знаете, Бог освободил меня от наркотиков. Исцелил меня настолько, насколько мне нужно. Немножко иногда держит меня уздечки. Ну, это потому, что я иногда сильно брыкаюсь. Вчера мне нужно держать уздечки. И, знаете, я действительно в своем сердце я чувствовал мир. И самым большим чудом для меня было то, что я смог простить людей. Были люди, которых я готов был убить. Они готовы были убить меня. Они готовы были убить меня. А я готов был убить их. Мен, и они. Но когда Бог пришел в мою жизнь, я посмотрел в свое сердце. Я не хочу никого убивать. Я пошел к этим людям. И начал проповедовать им Евангелем. Я начал говорить им о любви Иисуса. Они решили, что я сумасшедший. Они говорят, вы представляете, Рустам сошел с ума. А другие говорили, нет, он что-то затеял. Вы не знаете Рустама. Он что-то затеял серьезно. И я действительно что-то затеял. Я затеял проповедовать Евангелие каждому, кого я знал. Каждому, кого я знал. Проповедовать Евангелие. И я просто благословляю тебя, брат, сестра. Проповедуй Евангелие каждому, кого ты знаешь. Независимо от того, как они сегодня тебя воспринимают. Слушают они тебя или нет. Я тебе хочу сказать, точно они тебя слушают. Они тебя слушают. Точно они тебя слушают. Они делают вид, что они может быть нет. Но слово проникает в их жизнь. И многие сегодня те, которые говорили, что я зашел с ума. И сегодня многие люди, которые говорили, что я зашел с ума. Уверовали и тоже стали таким же сумасшедшим. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Но хорошо, ты уверовал. Ха, иман истин, Аллах. Бог освободил тебя от наркотиков. Бог дал тебе жену. Сенаят елдаши бэхшетти. Ты начинаешь жить. Что дальше? Вы знаете, Бог начал заниматься мной. Когда-то я посмотрел в Евангелие. Прочитав его. Охиандан, посмотрел на свой характер. Осу хаосетима бахдым. И понял, что меня себя спаси не смогу. Мне это невозможно. Я сказал, Господь, я себя не спасу. Я говорю, я себя не спасу. Спасай меня ты. Ты знаешь, что мне нужно. И Бог начал спасение совершать в моей жизни. И потихоньку-потихоньку начал меня от всего освобождать. Знаете, все, что было не нажито, непосильным трудом. И вот прошло какое-то время. Я иду по одесскому рынку. Я работал тогда грузчиком и водителем. Представьте себе с Ягуара. Я взял вот эту тачку, крапчучку. И тащу ее за собой. И кричу, обережно, обережно. Осторожно, осторожно, осторож. Иду по этому рынку. И знаете, я хотел, как я там оказался. Я начал проповедовать Евангелие преступникам, наркоманам. И начали их тянуть всех к себе домой. Они обворовали меня. И жена уезжали с ребенком, значит, маме. Я думаю, что-то это не получается. Надо открывать реабилитационный цех. Реабилитационный цех. Вот я пошел, одолжил денег. И открыл реабилитационный цех. Мы открыли фирму. Продавали сыр. Пендер сады. И ребят всех собирали наркоманов к нам. Ну и что происходило? Ребята обязательно утром шли, когда на работу. Находили какого-то наркомана. И приводили его к нам офисе. Вместо того, чтобы брать сыр и развозить его по городу. Мы начинали молиться за этого человека. Одного, двух, трех. Молили, чтобы Бог крестил Духом Святым. На работу времени не оставалось. В общем, год такой работы. Все развалилось. И я остался должен большую сумму денег. И оказался, пошел отрабатывать грузчиком и водителем. И вот я иду. Ну, вы понимаете, Библия говорит. Не можете служить двум господам. Я хотел послужить двум господам. В моих мечтах. Я думал, сейчас наша фирма начнет расти. Мы будем такие богаты. Бог будет нас благословлять. И мы будем проповедовать этим наркоманам. Будем давать им работу. Они будут меняться. Я ходил, там было здание заброшенное. Я ходил вокруг этого здания. Я молился и говорил, это здание будет наше. Это здание принадлежит нам. Я нахватался харизматическим. Харизматик обхавану качалам. И завоевал все. И, в общем, завоевал все. И оказался грош. И начал драться с дьяволом. Я говорю, дьявол, отдай мне все назад. А он не отдает. Я приказываю. Борюсь. Говорюсь, отдай. А он не отдает. Вы знаете, иногда мы боремся. Не с дьяволом в таких случаях. А убираемся в самого Бога. Рэббин, который хочет научить нас. Рэбб, если ты хочешь идти за мной. Отвергни себя. Возьми крест. Исследуй за мной. И вот я иду по этому рынку. Такой дождь идет со снегом. Грязь. Я по коленам грези. Кричу осторожно. И мне такая мысль приходит. Ты совсем сумма сошел. Сэн тэмиз дэли олуй. Посмотри, в кого ты превратился. Кем ты стал? Это был серьезный человек. Существо денег было. Ты ездил на дорогой машине. Одевался дорогой одежду. Пахалый полтар. Что ты уверовал, бомжа превратился. Что с тобой? Видел бы кто-то тебя из твоих друзей. А вы поймите, что я по своему статусу. Я не мог быть грозчиком. Просто не мог. И вот я грозчик. И дьявол подобрался ко мне очень близко. И говорит, знаете, дьявол всегда приходит с фактами. Дьявол всегда принесет тебе факт. Он подошел к Еве в саду. И говорит, вот есть дерево. Это факт. Это факт. У этого дерева есть плод. Это факт. Это факт. Единственная проблема. Что Бог сказал, не трогать один плод. Рэб дедит, что, не трогать один плод. Дьявол извращает факт. Но всегда приходит с фактами. А мне жизнь пошла. Бог начал мной серьезно заниматься. Вы знаете, мой первый ребенок родился. И он умер. И для меня это был такой удар. И для меня это был такой удар. И я думал, что меня предал мой самый лучший друг. И вы знаете, когда это случилось, я жил в одном доме с нашим епископом, тогда пастырем. Он же на первом этаже, я на девятом этаже. И он меня в окно видит, я иду. И говорит, зайди к нам. Он говорит, что меня зашли. И говорит, что меня зашли. Я жил в доме. По-отсовски. По-отсовски. Помолился с мной. И потом, как говорит. Рустам. Берегись трех друзей Иова. Трех друзей Иова. Они обязательно к тебе придут. Мютлэк гелэцэклер, Янова. Через неделю. Я пришел к нему. И говорю, Николай Адамов. Вы сказали, что их будет всего трое. И гораздо больше. И каждый рассказывал мне. Какой я грешник. Почему это случилось. Как я не люблю Бога. Какой я гордец. Я хочу сказать тебе. Брат, сестра. Если ты проходишь испытания сегодня в жизни. Не слушай друзей Иова. Как говорил Игорь. Подними свой взор на Иисуса. Подними свой взор на Него. Подними свой взор на Господа. Люди всегда будут пытаться тебя задавить. Знаете, это одна история. Другая история. У меня была квартира. Меним ивым был. Хорошая. Действительно хорошая. Бизнесмен продавал ее за 45 тысяч долларов. Я дал ему пять. И мы разошлись. И разошлись. Как бы, хватит пять. Деда пять. Пять. И он согласился. Он да разошлись. Потом я уверовал. Сори имана гелдим. Радуюсь. Севнирэм. Молюсь церкви. Аллилуйя. 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 Какой добрый Бог. Можи хер хақтанрый. И Дух Святой говорит мне. Это квартира не твоя. Это квартира не твоя. Тебе нужно ее вернуть. Я говорю, отойди от меня, Сатана. Иблис шеки рядом на. Не мешай мне славить Господа. Я славлю моего Бога. Рэбби миззатландирирам. А Дух Святой опять мне говорит. Если ты хочешь быть верующим, ты должен не только говорить. Ты должен поступать. Я боролся. Я не из тех детей, которые говорят, я пойду и сделаю. Я когда слышу слово Божье, я говорю, нет, нет, это не меня. Я это делать не буду. Но потом я беру и делаю. Помните, там были двое в Евангелии. Один сказал, я сделаю и не сделаю. Другой сказал, не сделаю и сделаю. Поэтому будьте лучше вторыми. Да, делайте. Можете сначала поспорить с Богом немного, а потом все так и сделайте. Я пошел к брату. Говорю, брата, это такая история. Вот Дух Святой мне такое говорит. Братья хорошие. Добрые. Они говорят, нет, ты что? Как, где ты будешь жить? Как ты уйдешь с квартиры? Ты же им жизнь спасал. Ты же их защищал. Ты же за них там разборки вел. Живи там. Орда живи. Ай, как хорошо. Хорошо иметь добрых братьев. Хорошо иметь добрых братьев. Давайте воздадим Богу славу за добрых братьев. Но, но вы знаете, Дух Святой, говорит Рустам, эта квартира не твоя. Тебе нужно ее вернуть. Год. Один год. Тюзь, один год. Я боролся. Но Дух Святой победил. Я пришел к этому бизнесу. Я ему говорю, слушай, я уверовал Бога. Я оставил все преступные дела. Весь криминальный бизнес. У меня нет уже доходов таких, которые... Я не смогу отдать тебе деньги. Поэтому, это квартира твоя. Я хочу тебе ее вернуть. Он мне говорит, мне квартира не нужна. У меня все хорошо. Все нормально. Живи, дорогой. Оооо. Какая счастье. Я такой радостный. Бог, какой ты добрый. Ты смотри, как получилось. И потом я ухожу. А он так меня по плечу гладит. И говорит, ну ничего. Эта депрессия у тебя пройдет. Я понял, что он ничего не понял. Он не понял, что я верующий. Он подумал, я попал в депрессию. И решил вернуть квартиру. И потом он понял, депрессия закончится. Я приду за квартирой снова. И он решил, я же потом буду больше, я же потом больше буду требовать. И он решил, ладно, иди. Я пошел домой. Я помолился Богу. Я сказал, Господь, ты сказал однажды. Я слышал дважды. Я пойду к нему еще раз. Если он скажет, что отдаю тебе эту квартиру, я приму ее и с радостью я буду там жить. Но я хочу еще раз услышать подтверждение. Когда я пришел к нему снова, он увидел, что депрессия у меня не прошла. И он, конечно же, забрал квартиру. Я желаю вам, возлюбленные, чтобы эта депрессия у вас никогда не закончилась. Оставайтесь с ней. Будьте верны Богу. Рэббе садакат долу. Поповедуйте Евангелие. Муждане яй. Жертвуйте ради Небо. Бог не оставит вас. Рэббе садакат не оставит вас. Садакат не оставит вас. У меня была машина, Ягуар. Ягуар машину была. И я с друзьями с мира. Дюния и друзьями садакат. Знаете, связался. Библия говорит, не связывайся. Рэббе садакат не связывайся. Нет общего между светом и твой. А я думаю, я умею. Пошел с ними, там начал договариваться. Заберите эту машину, дайте мне деньги. Они говорят, конечно, дорогой. Мы все сделаем. Не волнуйся. Машину взяли. Денег не отдали. Вот такая история. Я уже в депрессии. Я уже не могу забрать назад. Они начали этим пользоваться. И так я остался без жилья. Вы знаете, ребенок умер. Ушагом умер. Друзья обманули. Достыр мальдат. Служение развалилось. Там, где я отобану молился, ее выкупили. Бена, я умер. Я умер. Я иду с этой машины. И мне стало так тяжело, я действительно начал смотреть на эти волны. Они иногда такие большие, что ты неминуемо посмотришь на них. Они иногда настолько большие, что ты просто не можешь ни посмотреть на них. Так будет в твоей жизни. Не всегда ты сможешь идти по воде. Будет момент, когда ты начнешь тонуть. И мое послание сегодня где? Кто начал тонуть? Кто когда-либо тонул? Послушайте, что нужно сделать? Но вы знаете, я просто Богу говорю, я теряю веру. Моя вера разбивается. Я говорю, если ты мне не поможешь, я разобьюсь. Я утону. Помоги мне, Дух Святой. Помоги мне, я нуждаюсь тебе. Вы знаете, когда мы слабы, когда мы немощны, Дух Святой придет. Когда мы сильны, когда мы мудры, когда мы все знаем, Дух Святой не нужен. Но когда мы немощны, когда мы действительно нуждаемся, когда мы тонем, пока мы сидим в лодке, нам Иисус не нужен. Но когда мы вышли из лодки, когда мы пошли, увидели то, что происходило, начали тонуть, нам нужен Иисус. И смотрите, Иисус протянул к нему руку. Он сказал ему, зачем он сомнился? Деда, не я шуберный. Но протянул к нему руку и поднял его. Вот такой наш Господь. Росте надломленный не переломит. Лна курящегося, не угасит. Это его характер. Это его сущность. И вы знаете, Дух Святой сошел на меня. И проговорил ко мне. И говорит, Рустам, ты смотришь на то, что тебя сейчас окружает. Ты смотришь на эти волны. Ты смотришь на эту бурю. А я говорю тебе. Подними свои глаза. И посмотри дальше. Ни зерви гелецей сал. И я так отрывался от этого рынка. И посмотрел дальше. И думаю, ну, Господь испытывает праведного. Может быть, Господь испытывает меня. Что потом благослови. Вы знаете, мне стало чуть-чуть легче. Дух Святой говорит, Рустам, посмотри еще дальше. Я еще дальше. Думаю, может быть, Господь испытает меня. И сделает меня служителем. Может, я стану настоящим служителем. После как Господь. Это же все-таки не моя призвание. Это тачка. Это мое хобби. У кого-то есть такое хобби сейчас? Это не навсегда. Это не навсегда. Скажи своему соседу. Это не навсегда. Ты выберешься. Ты вырвешься из этого рынка. Ты вырвешься из этой бедности. Ты вырвешься. Бог вытянет тебя. Я без тебя исчезаю. Это не навсегда. И мне стало еще легче. О, думаю, хорошо. Но Дух Святой говорит мне, Рустам, посмотри еще дальше. А я говорю, Господь куда дальше? Я уже, дальше я не вижу. Я уже все вот посмотрел. Больше не вижу. И Дух Святой говорит мне, Рустам, подними свои глаза и посмотри в небо. Бог приготовил тебе город. И если ты останешься верным ему до конца, ты будешь ходить по золотым тракуарам. Ты будешь ходить по золотым тракуарам. И без твоего салима. Бог благословит тебя. Бог даст тебе ходить и увидеть это своими глазами. И вы знаете, на меня сошел Дух Святой. Я начал радоваться. Я начал молиться Богу. Я начал славословить Его. Если кто-то был рядом, смотрел на меня. Сказал бы, чоколпий. Только что он плакал. Сейчас он радуется. Сейчас он, да, мы верующие такие. Вечером вадворяется плач. А на утро. А на утро. А на утро. А на утро. Аллилуйя. На утро радость. Такой Бог. Верь Ему. Иди за Ним. Вы знаете, я сейчас буду проповедовать. Это я еще не проповедую. Я начинаю. Пастырь, Ильи уже закончил. Как ты скажешь? Что вы скажете? Проповедовать Ильи? Хорошо. Итак, что должно быть у церкви? У церкви есть много предназначений. Есть много предназначений. Святость. Есть еще много, да? Много разных. Но я хочу сказать, кое о чем, о чем мы иногда упускаем. Когда Иисус воскресил Лазаря, И он пришел туда, был в доме Симона прокаженного. Это записано Евангелие от Иоанна 12 главы. Была одна женщина. Мария. Она взяла, вот возле Иисуса находились апостолы. Вот ничего не происходило. Они находились рядом. Находились приближенные. Они были близки. Но ничего не менялось. Но ничего не менялось. Пропадошла Мария. Писание говорит, что когда она сделала одно действие, что она сделала? Писание говорит, Мария же взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, взяла мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами ноги Его. Что это? И там написаны такие слова. Я никогда не видел раньше этого. Когда она это сделала, написано, дом наполнился благоуханием. Дом наполнился благоуханием. Атмосфера поменялась. Там были апостолы. Там были близкие служители. Ничего не менялось. Но когда подошла Мария, атмосфера изменилась. Брат и сестра, у нашей церкви должно быть благоухание. Наша церковь должна иметь атмосферу. Я знаю, что люди пытаются сегодня заменить эту атмосферу разными способами. Что-то придумывая. Но я вам хочу сказать, чтобы атмосфера изменилась, нужно сделать одно действие. Для тех, кто поет. Для тех, кто проповедует. Для тех, кто служит. Что такое это мира было для нее? Что это было для нее? Каждая женщина в Израиле имела алабастровый сосуд. Это было у каждой женщины. Когда она выходила замуж, эта мира разбивалась и ее натирали эти мира для мужа. Каждая женщина мечтает иметь семью. Каждая женщина мечтает выйти замуж. Что сделала Мария? Она взяла свою мечту и она разбила ее и атмосфера изменилась. Мы так не хотим отдать свое счастье и наше проповедение и наше проповеде называется реквиум по мечте похоронить свою мечту для того, чтобы Бог дал тебе что-то другое. Бог даст тебе благоухание. Бог изменит атмосферу. Вы знаете, моя вторая дочка она инвалид первой группы. Она аутист. И я знаю, у вас была свадьба очень классная. Спасибо, что вы пригласили меня. И мне всегда нравится на свадьбе вот этот момент, когда отец ведет дочку к жениху, к алтарю. И когда я смотрю на это действие, я знаю, что я свою Дайану никогда не поведу к алтарю. Ну, конечно, я верю, что Бог может исцелить ее. Я верю в это. Но нет еще в мире ни одного случая исцеления от аутизма. И поэтому я реалист. Я реально смотрю на вещи. Я понимаю, моя мечта привести ее к алтарю. эта мечта не сработает. Ее не будет. Знаете, другой момент я проповедовал Евангелие в Африке. И мы там строили детские дома. Детские дома построили. Все с подарками возвращаются из путешествия. Я тоже вернулся с подарками. Я тоже вернулся с малярией. Это болезнь потом начала прогрессировать внутри меня. И сейчас продолжает против здоровых клеток. Головно-мозги печки. И это болезнь не исцелим. И я такой, знаете, герой, когда есть люди вокруг нет, мы тоже так героевствуем. И вот я приехал в больницу. Да ничего, Господь поможет, все будет хорошо. Я приехал в больницу. А там моего возраста раньше молодые девчонки, ребята уже на колясках. Потому что это болезнь, она, когда начинает прогрессировать, сначала человек парализуется. Парализуется. Потом он слепнет. Потом кер потом глохнет. Потом кер потом задыхается. Просто задыхается и умирает. Когда я увидел этих людей, которые больны этой болезнью, мне стало страшно. Я испугался. Я начал тонуть. Я увидел эту бурю. Я увидел эту бурю. Дьявол мне говорит, это твоё будущее. Вот так будет с тобой. Вот ничего у тебя не получится. Ничего у тебя не выйдет. И где-то дня четыре я находился в тьме. В глубокой тьме. Я молился Богу. Господи, вытащи меня. Но Бог меня вытащил. Но каждый год я должен делать переливание крови и постоянно находиться на терапии. Постоянно принимать пилюли. Моя мечта была совсем другой. Я думал, Бог исцелит меня. Я буду здоровым. Я молился. Я верил. Я говорил, я верю, Бог исцелит меня. Я улыбил прочь. Но я хочу тебе сказать, брат, сестра, брат, сестра. Есть такие моменты, где Бог не отвечает. Это правда. И почему Он это делает? Он это делает для того, чтобы нас держать близко к себе. Чтобы мы были близко возле Него. И вы знаете, всякий раз, когда у меня происходило разбивание моей мечты, открылось новое служение. Дайана родилась служение для аутистов. У нас есть целая школа для аутистов. Наркоманы привели к тому, что у нас открылась новая церковь. Наркоманы привели к тому, что у нас открылась новая церковь. Я расскажу, как эта мечта разбилась. И буду идти на посадку. Я уже был служителем. И приходили люди в нашу церковь. Разбитые судьбы. Раньше были женаты, замуж. Потом пришли уже, куда уже создавать семья. Там, я помню, один мой друг, контрабандист. И он покаялся. И он говорит, я женился, жил женщина с девушкой. Я говорю, ты должен ее бросать. Иди к своей первой жене. Он уже 12 лет ее не видел. Она в Ташкенте живет. Я говорю, ты должен идти, примиряться с женой. Вот такое учение у нас было в церкви. Он поехал в Ташкент. Ташкенте пришел к ней. Говорит, я уверовал. Я должен тебе вернуться. Она говорит, это хорошо. Но моего мужа куда девать? Он уже 12 лет со мной живет. 12 лет мне и не надо. Религия такие глупости рождает. Религия это зло. Никогда не позвольте религии прийти в вашу жизнь. Он бедняга три раза к ней ездил. Все пытался. Но она говорит, его куда я дену? Вместе же мы не будем жить. Безумие. Когда ему нашли пример, мы тебе крещение сейчас не преподадим. Мы тебе крещение сейчас не преподадим. Чтобы потом тебя не отлучать. Религия начинает искать какие-то глупости. Как это фарисей. Фарисейлер кеме? Говорят, Аслав отверджем в субботу. Спана, ашара 6. дюй. А исцеляться нельзя. Шефа алмак olmaz. Приходите, говорит, пять дней исцелетесь. Пять дней исцелетесь. Как будто у них там пять дней исцеления происходило. шефа алмак. Сменнер. Как будто у них там каждый день исцеления происходило. Приходите понедельник вторник всегда исцелетесь. Тепени там исцеления. А слушаю, у вас там исцеления никогда не было. Шефа hiç расслабляетесь. Исцелеген в алтуре. Радуйте. Вас дайте ему славу. Благодарите его. Бог освободил. Реван, за деби. Приходите эти дни, тогда будем исцеляться. Вот так делает религия. Вот это зло. Бегите из религии. Убегайте от религии. Не позвольте религии вас захватить. Потому что вы потеряете Бога. Вот у нас была одна семья. У которой тоже она была разбит. О да даулы. И они как бы начали вместе захотели встречаться. И я поговорил с пастыром. Говорю, давай их будем жить. Пастыр говорит, ну ты бери на себя. Пастыр говорит, а я не буду. Чтобы быть святее. Я говорю, хорошо. Мне все равно. Мы договорились. Я уже им сказал, все класс. Скоро мы вас поженим. Потом я приходу на братский. Говорят, нет, ничего не будет. Мы никакого брака не дадим. О, я говорю, как так. Мы уже им сказали. А что им делать? Молодые люди. Как же? Гензи. Преком заниматься. Гензи. Нет, не будет у нас. Еще 10 лет у нас такого не будет. Почему 10 лет, я не знаю. Дети выросли. Я не знаю, что 10 лет мы не сделаем. Я начал борьбу. Я говорю, все. Я выступлю. Если их отлучат. Тогда я выступлю и скажу, что это неправильно. Это неправильно сделали. Но Дух Святой проговорил. Он говорит, ты действительно уверен, что я благословляю такой брат? Я говорю, да, Господь. Я это верю. Он говорит, тогда возьми на себя ответственность и благослови. Я говорю, что меня же за это отлучат, эта церковь. Ну, ты же в это веришь. Я попал в такую ситуацию. И это всегда Бог приводит. Хемщество Рэб белых ситуаций, чтобы посмотреть. Давид помните, на чем был построен дом Божий? Когда было поражение в Израиле, Давид вышел. Давид увидел Ангела Господь. И что он сказал? Да будет рука твоя на мне и на доме отца моего. Да нет моей народа твоего. Давид взял на себе ответственность. Из пастора, служители, прийте на себе ответственность. Братья, сестры, прийте на себя ответственность. За вашу страну, за ваш народ, прийте ответственность. У вас иск興起ешён еще одного флага. Флага Азербайджана. Души ещё один флаг. Флаг Азербайджан. И флаг Украины. За Украину молитесь. Нас убивают, разрывают на части. И никто не хочет остановиться. Но мы должны брать на себя ответственность. Мы всегда хотим, чтобы кто-то это сделал. Вы знаете, я уже принял решение, что я буду это делать. И я понял, что моей мечте быть служителем уже не будет. Если меня отлучат, я никогда уже не стану служителем. Но я сказал Богу, я сделаю так, как ты хочешь. Бог очень мудрый. И вот мы сидим с братьями. И этот вопрос мы обсуждали два года. И братья говорят, они уже все, собираются жениться. Братья говорят, но они женятся. Мы их отлучим. Но они же будут ходить церковь. Будут просить, чтобы их принять. Но мы же милосердные братья. Ну конечно мы милосердные братья. Мы же должны будем их принять. Ну конечно мы должны будем их принять. Тогда зачем мы их отлучаем? Вот такие вопросы приходят. Вот такие вопросы приходят. Без вопросов мне говорили. Открывай церковь и жени их там сколько угодно. Я говорю только если вы благословите. С вашего благословения. Без благословения я не пойду. Сказали хорошо мы благословим. И в тот момент когда они женились. Первую неделю наша церковь начала служение. И я уже сочитывал их как пастыр церкви Скиния. Церковь Скиния родилась. И о кисе он у нас родился. На том что мечта была разбита. Братья и сестры. Мы должны научиться. Ребята и сестры учатся. Разбивать свою мечту. Оно Исус. И тогда он будет благословение. Сегодня церковь Скиния. Уже нащитывает больше тысячи членов церкви. Центральная церковь. Много дочерни хистистический церкви. Много религиозных организаций. Дини курамы. Это все было рождено. Потому что когда-то Я разбил свою мечту. У ног Иисуса. Написано. Написано. Апостол Павел говорит. Послание Коринфина. Во втором послании Коринфина. Во второй главе. Он сказал в 14 стихе такие слова. Он дырден жая. Он дырден жая. Он дырден жая. Благодарение Богу. Который всегда дает нам торжествовать во Христе. И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание. Давайте скажем вместе. Мы Христово благоухание. Давайте еще раз. Мы Христово благоухание. Для одних запах живительный на жизнь. Для других смертоносный запах на себе. От нас исходит атмосфера. Которая меняет обстановку. И меняет все, что есть вокруг нас. Братья и сестры. Буду вас больше задерживать. Чтобы вы меня еще раз пригласили. Вы меня еще раз пригласили. А то я уже говорю. Наговорю, скажу. Пусть едет и больше здесь сегодня не ходит. Будем его по телевизору смотреть. Телевизору да бахар. Очень хорошо. Чтобы долго не было. Давайте мы поднимемся на молитву. Я хочу позвать к алтарю сейчас тех людей. Мене и бурак. Кто проходит трудное время в своей жизни. Кто подобно мне возможно. Белки дэм, мне возможно. Вы тащите эту тачку. Она может быть любая. Проходи, проходи. Иди, дорогая. Иди. Она может быть любая. Проходите. 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 Не бойтесь. Мы помолимся. Мы помолимся. Вы проходите трудное испытание в своей жизни сейчас. Вы тонете, возможно. Возможно, ветер и буря такие сильные, что вы не знаете, что вам делать. Мы будем молиться Богу. Мы будем молиться Богу. Я буду молиться Богу. Мы будем молиться Господу, чтобы вы прошли свое испытание. Не просто. Не проходите. Проходите. Идите. Я знаю, есть еще люди. Идите смело. Идите к алтарю. Я верю в молитву у алтаря. Мы будем молиться не за то, чтобы Бог перенес вас, а чтобы Бог дал вам пройти это испытание. Мы будем молиться, чтобы Бог дал вам пройти это испытание. Чтобы вы закалились. Разбейте свою мечту у ног Иисуса. Какая это мечта? Разбей ее у ног Иисуса. И Бог выйдет тебе навстречу. Я попрошу, чтобы братья-пастыри помогли мне. Братья-пастыри, помогите мне. Давайте помолимся. За всех. Просто положим руки вот так. За каждого, кто есть. С этой стороны, братья-пастыри, пройдите. Мы будем молиться. Нам группа поможет. Сабина. Сабина, помоги нам. Подыграй нам. Давай. Мы будем молиться. Церковь. Пожалуйста. Кто есть еще? Выходите. Смотри. Если ты похоронишь свою мечту у ног Иисуса, Бог возвратит тебе это. Возвратит твою потерю. Бог даст что-то новое на это. Он сделает тебя запахом, который будет расходиться по всему Азербайджану. Этот запах будет по всему Азербайджану. И люди будут каяться. Люди будут приходить. Я пророчествую. Эта церковь умножится. Она умножится. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Церковь в Азербайджане умножится. Я пророчествую. Минимум два раза. А то и больше. Церковь в Азербайджане умножится. Мы молимся. Мы молимся. Дорогой Небесный Отец. Дорогой Иисус. Мы молимся за наших братьев. Господь помоги нам. Склониться у твоих ног. И разбить свою мечту. У твоих ног. Во имя Иисуса. Я молюсь тебя. Помоги им. Пройти все испытания. В их жизни. И стать благоуханием. Благоуханием. Познание о Боге. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. В имя Иисуса Христа. Аллилуйя. 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 Наполняй меня воду святой. Чтоб я рассказал всем о Тебе, был свидетелем силы Твоей, наполняй меня воду святой. Чтоб я рассказал всем о Тебе, был свидетелем силы Твоей. Наполняй меня воду святой, наполняй меня воду святой. Чтоб я рассказал всем о Тебе, был свидетелем силы Твоей. Своей, если я мой сосуд наполнял. Жажду, чтоб сила текла, как потоп, и мир воскликнет. Иисус есть наш волк, свой и лень. Излилай мой сосуд, наполняй жажду, чтоб сила текла, как потоп, и мир воскликнет. Иисус есть наш волк, свой и лень. Излилай мой сосуд, наполняй жажду, чтоб сила текла, как потоп, и мир воскликнет. Иисус есть наш волк, свой и лень. Излилай мой сосуд, наполняй жажду, наполняй жажду. За эту новую жизнь, которую Ты предлагаешь нам. Мы так благодарны Тебе за эту возможность. Сидеть с Тобой за одним столом. По имя Иисуса. Дорогая семья. Однажды Иисус. Он взял чашу, поднял ее и сказал, это есть кровь моя за вас. Потом он взял хлеб и сказал, все из тела моего. За вас, ломимая. И это творите в моем воспоминании. Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас приготовили свои сердца, их почтение, мирение перед Госпором. Вспоминая. 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 Эта боль, эту агонию, которая была на кресте, ради твоего и моего слава, ради твоего и моего освобод, ради твоего и моего. ради твоего и моего спасения. Настоящий мечт для Бога, ради нас, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Пройдутся рядом с вами. Знаете, однажды я расскажу быстренько историю. Иисус как-то учеников своих позвал. Скажите сюда. Истил натик, где-где. Около коробочке. Как то вишнице написано. И сказал своим ученикам, смотрите, кто как будет давать. Вы знаете, что характер Бога не изменился. Он сегодня, во веке. Он не смотрит на количество, он смотрит на состояние сердца. И вот была там одна старенькая женщина. Которая описана в Библии. Она не прошла мимо. Он не нарушал. Исус. Он не прошла мимо. Иисус сказал своим ученикам. Она дала все, что у него было. Он дала все, что у него было. Знаете. Бог смотрит. И видит сердце. Рэб бачит и видит сердце. И если у тебя на сердце нет желания, лучше не делай. Делай все равно, пастор Стан говорит. Делай сети, потому что это закон. И вы начнете 30, 60, 100 град больше. Аллилуйя. Я думаю, под звук хвалы мы это делаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты Бог наш. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты Бог наш. Ты Бог наш. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok